В Беларуси стартовали Европейские игры. Сегодня прошли первые встречи по баскетболу и предварительные поединки по боксу. Гомельчане в них не участвовали. В субботу в ринг выйдет только Вадим Панков. В воскресенье пройдут предварительные бои, где будут выступать гомельчане Эмил Алиев, Владислав Смягликов, Виктор Чварков, Галина Бруевич, Антонина Аксенова и Виктория Кебикова. 22, 23 и 24 июня также пройдут турниры по спортивной акробатике, баскетболу, велоспорту, дзюдо и легкой атлетике. К другим темам в эти выходные пройдут очередные поединки чемпионата Беларуси. В 12-м туре высшей лиги в Гомеле пройдет Полесское дерби. Футбольный клуб «Гомель» на домашней арене примет музорскую славю. Напомню, зелено-белые находятся на 13-й позиции в турнирной таблице. Мазыриане на седьмой строчке. В 11-м туре первой лиги «Локомотив» встретится на своей площадке с Новополоцким Нафтаном. Светлогорский «Химик» сыграется с Маргонью, а реческий «Спутник» с Бавройской Белшиной. На сегодня в турнирной таблице «Спутник» занимает третье место, «Локомотив» – пятое, «Ахимик» – десятое. Пятеро гомельских хоккеистов вызваны в кэмп молодежной сборной Беларуси. Стартуют учебно-тренировочные мероприятия сборной Ю-20 24 июня. В команду прибудут 26 хоккеистов, из которых нашу область будут представлять защитники. Павел Денисов, Александр Шкрабов, Павел Воронов и нападающие Олег Кочеловский и Александр Антошков. Напомню, в августе молодежная сборная Беларуси и хоккейный клуб «Гомель» сыграют в Кубке Солея. Первые матчи пройдут 1 августа. Подопечные Дмитрия Дудика встретятся в гостях с Могилевым, а гомельчане поедут к пинским ястребам. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на «Беларусь-4». Оставайтесь на «Беларусь-4».